Возле подъезда управляющий домом позвал меня и вручил такое письмо. Третье письмо я получаю, пин-код, третье. 7 месяцев ждала, и вот пришло сразу 3. 2 недавно получила, я вам говорила, а это 3. Посмотрите, какая я загоревшая. Какая я загоревшая. Черная. Сейчас быстро в душ и кофе хочу. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Пошла с моря и делаю вот себе вот такой коктейль. Я уже рассказывала, как его делать. Так хочется холодного. Такая пенка получилась. Сейчас я это высниму. Налью себе в стаканчик и поставлю в холодильник. Здесь что? Равные части воды, молока. Положила я, наверное, 5 ложек чайных кофе растворимый. И вот добавила, знаете, что еще? От винограда есть такой пикмес в Турции. Но можно не добавлять. Сейчас переливаю в стакан и увидите. А вот и мой коктейль, друзья мои. А вот и мой гигоз. Видите, как красиво? Я положила очень много мороженого, потому что так хочется пить. Полы перемыла. Дом прибралось. Кухня тоже прибралась. Жду Ашкина. Какие новости принесет мне. Вкусно, друзья мои. Сейчас самое актуальное. Ой, я забыла положить кусочки льда. Еще будет вкусно и холодильник. Горячая кофе не захотелось, а захотелось холодненького. Вот где-то я положила кусочки льда. Ох, сейчас будет бомба. Приятного мне аппетита. Все вышли сюда тоже продавать. Кто продает вещи, кто продукты. Ашкин пришел такой уставший и сразу лег спать. У нас овощей и фруктов очень много. Так что я и не переживаю. И арбуз есть еще, и дыня. Ну, фрукты купит потом. Разбужу его попозже. Часов семь. Детки парки. Сейчас мне одна знакомая научила, что можно давать ему морковку. И вот так я поставила, положила ему. Но он пока никак не этот. Смотрит на меня. Вот смотрит на меня. И туда я его, и сюда я его таскаю. Вот он никак не реагирует на меня, мой мальчик. Боится, боится. Гигос. Гигос. Ты такой красивый у меня. Да. Не паникуй, не бойся. Мама любит тебя. Ну, посмотрим, будет он эту морковку колесить или нет. Мне даже сказали, что можно им все фрукты. И шоколад. Кто любит попугайчиков. От птичек зависит. Вот так вот у нас весело. На районе. Я без приключений жить не могу. Столько смеялась. Аж к ним пришел. Я в это время разговаривала по телефону. Не могла я прекратить разговор. Смотрю, он весь пришел мокрый. У него сорочка. Я думала, он пошел душ принимает. Примет душ. И я с ним потом поговорю. Друзья мои. Я разговаривала где-то около часа. С одним партнером, потом со вторым. Думаю, где мой Ашкэм? Кричу, Ашкэм, Ашкэм отсюда. Нету его. Посмотрела. Зашла в туалет. В туалет открыт. Ашкэм, а нету. Ничего не пойму. Вернулась. Начала звонить. Не берет трубку. Потом еще раз позвонила. Не берет трубку. Такого у нас нет. Думаю, он на меня, может, обиделся или что. Ах, угрызнение совести замучили меня. Я ему и на WhatsApp звоню. Не отвечает. Пишу, Ашкэм, не олду. Что случилось? Почему ты мне не отдаешь ответ? Аж настроение все упало. Думаю, вот с моего телефона невнимательности не уделила ему уже внимания. Он наишачился, наработался. Весь день ходил в эту жару по судам. Оказывается, друзья мои, вот я наговорилась. Два с половиной часа. И вышла на тот балкон. Хочу. Ну, я поставила гигоса на той стороне. Там прохладнее. Думаю, посмотрю, чем занимается мой мальчик. И когда подходила к спальню, храп услышала. Смотрю, мой Ашкэм спит дома. А я ему названиваю. Столько я смеялась. Вообще хохма с меня. Вот такое бывает со мной. Потеряла мужа в собственной квартире. У меня, видите, какой загар. Классный, да? Сегодня хорошенько я загорела. Завтра еще пойду на море. Кстати, знаете, что не знаю, что готовить, кушать. Вчера мы, вот я не снимала видео, пожарила курицу. Салат сделала. У меня был суп с кабачка. Уже не снимала вам. Сейчас думаю, что ему приготовить. Я кушать не хочу. Вот сейчас у меня черешня там есть, я ее покушаю. Вообще кушать не хочется. Но летом так, я поэтому и худею. А Ашкэм сделаю салат, наверное, с картошки. И, наверное, я ему сварю мерджевик, чорбасы. Он любит очень. Кабак он не так. Первый день хорошо поел, вчера не доел. Но он такой вредный, не кушать на второй день. Думаю, что приготовить. Фасоль он тоже не кушает у меня. Сами знаете, выбрасываю. Один день покушает и все. Что-то в голову ничего не лезет. С этой жарой и кушать не хочется. Поэтому не выкладывайте кулинарные рецепты. Ну что, буду думать. Я, если что, придумаю, покажу вам. Вот и покушали мы, Сашка, вам сейчас. Вот я так, вполне менее, убрала кухню. Через силу, друзья мои, покушаю. Через силу. И покажу, что купил Ашкэм мой. Сложу их в холодильник. А, он взял лобио. Лобио взял 50 лет. Вот я хочу объяснить, что он купил. Полкило лобио. Врук. Вот такие две дыни. Сейчас я вам лучше выпаку покажу. Для себя. Хочу вам, знаете, что сказать? Пока. А потом покажу ваши покупки Ашкэма. Мой попугай. Гигосик. Уже. Ему понравилась морковка. Смотрю, он ее сгрызть начал. И только что разговаривала с Золовкой. И уже лучше. Узли. Передала все ваши пожелания. И она такая счастливая. Вы не представляете. Она говорит, я поеду на Курбан-Байрам к Свекру. Вот куда мы, помните, ездили в деревню. Когда будет все это. Все сниму, все покажу тебе. Говорит. Мы же поедем к Анельчику-Баба-Джему. Она поедет с мужем туда. И говорит, все сниму тебе. Так что она передала. Очень счастливая. Вы пишите такие теплые комментарии. Я это все ей перевела, показала. И она готова снимать тоже для вас. И сниматься она стала звездой. Наверное, раньше такого не было внимания. К ней, как через меня. Да, получилось. И она бездумно счастлива. И безумно благодарна вам. Ну, а сейчас начнем демонстрацию покупок. Сейчас. Начнем. Так будет лучше. Фасоль взял. Вот такие дыночки и арбуз. И он заплатил 20 лир. Огурчики взял. Нектар, сказал, взял по 5 лир килограмм. Но они будут потом дешевле, я уверена. Полкило перчика взял. Мешки. Абрикосочек взял. Я ему сказала, ничего не надо. Видите, она дешевая. Говорит, все дешево. В шоке он. Вот, наверное, за кило взял, сыненький. Буду я запекать в духовке. Вообще не хочется кушать нам. Помидорчики взял. И вот мне черешеньку взял. А у меня тут осталось. Муж тогда купил. Блин, сколько килограмм. 4 или 5 кг. 4 кг. Ну вот, все на сети покупочки обошлись. Аж 50 лир. Ну, а вот мой красавчик. Егосик. Егосик. Значит, муж пришел с такими новостями. Он описал заявление. Приложил документы, фотографию распечатал. Все приложил. И свои дела все сделал. Так что, вот так вот. Встречный. Как говорится, искалий. Что там будет, не знаю. Наша история, наверное, долго не закончится. Аж в октябре. Ну, он и сложил руки. Начал действовать. Вот посмотрите, какой у нас красивый Мерси. Да, вы смотрите. С окна. У меня волосики желтые от этого цвета. Я загорела так. Потом покажу, что я с ними. Посмотрите. На этого трусишку. Ты морковку кушаешь. Тебе понравилось? Аж кым. Аж кым. Вот, смотрите, с базара уже начинают собирать товары. Вечером, друзья мои, очень выгодно покупать. Намного дешевле дают. Понимаете? Посмотрите, вот еще там магазинчики. Тут все разъехались. Ну, посмотрите, например, летом не хочется много кушать. Все говорят, ну, а мясо? Мясо вообще нам не хочется. Мы сейчас перешли на рыбу и на курицу. Ну, и мы кушаем все, да? Если мы захотим мяса, все равно дома не так, как пойти где-то покушать. Намного больше удовольствия получишь. Не так ли мы? Вот мясо килограмм 60-70, его надо готовить, возиться. А тут пошло, а тут столько блюд. Так что я так решила, Сашка, что мы иногда будем покупать там фарш, кусочки мяса. Но лучше вкусно пойти поесть за эти 100 лир, чем мучаться. Тем более так в жару. Хотя у нас дома не жарко. У меня замечательно дома. Мы еще не включали кондиционер. Только иногда вот как-то чай будет пить, включаю вентилятор и все. Абсолютно не жарко. Я сегодня на улице задохнулась. Не думала, что такая жара там. А у нас прекрасно. Ну, все, буду заканчивать на этом видео. Всем пока-пока. Надеюсь, вам было интересно. Тогда ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Новые зрители моего канала. Пока-пока. Я такая желтенькая, как Олег Попов. Сегодня, наконец-то, я сделала в Ив Руше заказ. 12 товаров и один подарок. Видите, какие скидки. Кубку для снятия лака. Шариковый дезодорант. Хочу попробовать какой. Шампунь для окрашенных волос на этот раз взяла. Вот 33, 44. Жидкость для снятия лака без аммиака. Лак взяла такой розовенький. И для лечения ногтей травяное зелье. И перед нанесением лака, вот этот лак защитный, нужно носить губную помаду взяла. Профессиональную пилочку. Пинцет. Кондиционер взяла. Подводку для глаз. И маска от углей. Очищает поры. Это тоже взяла. Сейчас Ашкин подтвердит на свою карту. И все будет нормально. И когда придет посылочка, я вам покажу.